ДИАНА ВИЗОВИЧ Тексты ведут набор полным ходом. Стоит помнить, что юных чемпионов необходимо кормить идеальным завтраком. Каким именно, расскажет врач-эндокринолог Маргарита Толстихина. Идеальный завтрак – это завтрак, в состав которого входит обязательно каша, крупы, обязательно молочные продукты, творог, сметана, либо стакан молока. И желательно фрукты, клетчатка, фрукты любые для ребенка. Среди каш есть какие-то фавориты? Скорее всего, есть те, которые мы не рекомендуем. Не рекомендуем к употреблению манную кашу, потому что минимальное содержание питательных веществ, витаминов, поэтому считается она не самой из полезных. Спорт – это здоровье. Об этом вам скажет любой первоклассник. Но порой некоторые взрослые люди настолько фанатично увлекаются спортом, что ограничат между жизнью и смертью. Я имею в виду сейчас безумные рекорды. Несколько из них прямо сейчас. Совсем недавно в Франкфурте прошла презентация новых автомобилей. Многие наверняка видели ее по телевизору. Но ознаменовалось это событие не только новинками в машиностроительной индустрии. За день до презентации в городе Номайне новый Ягуар установил рекорд Гиннеса, преодолев самую большую мертвую петлю в мире высотой 19,8 метров. Дерзкий маневр выполнил водитель-каскадер Терри Грант. Профессиональный дрифтер Кэн Блок для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, прошел специальный тест на своем автомобиле. А именно, разогнавшись на высокой скорости, он преодолел несколько специальных рамок, изготовленных специально по размерам его авто. Отклонившись на 10 сантиметров вправо или влево, Кэн Блок снес бы рамки словно домино. Но он мастерски вписался в каждую, за что и получил звание самого крутого дрифтера в мире. Кто только не старался научиться ходить по воде. Многие даже пытались поставить рекорд в этом нелегком деле. Для этого они разгонялись при помощи моторной лодки, одевали водонепроницаемые ботинки, экипировали специальное обмундирование, похожее для подводных погружений. А в итоге рекорд дистанции по воде установил монах. Да-да, вы не ослышались. Никаких дорогих лодок и экипировки. Только вера в себя и знание закона физики. Шили-лянь побил свой прошлогодний рекорд по бегу на воде. В прошлом году он пробежал по воде 118 метров. В этом году он улучшил свои показатели и установил новый мировой рекорд. Монах преодолел путь в 25 метров за 50 секунд и установил новый мировой рекорд. Шили-лянь передвигался по плававшим на поверхности небольшим дощечкам, расположенным на протяжении более 120 метров. Следующий рекорд установили школьники. В одной из китайских школ, вместо того, чтобы показывать своим родителям концерт детской самодеятельности, ученики построили настоящую китайскую стену. Чтобы соорудить такую живую изгородь, потребовалось 100 человек. В первый ряд поставили самых сильных, на верхушке – самый маленький и худой школьник. Вот что значит крепкое плечо соседа. Андрей Аршавин, Криштиану Роналду, Абиди Пеле. Догадались, о каком виде спорта сегодня пойдет речь? Конечно же, о футболе. Правда, поговорим мы не о большом, а о мини-футболе. Именно такое развивается у нас в Губкинском, одно занятие которого я и посетила накануне. Здравствуйте, Владислав Владимирович. Первый вопрос будет про разминку. Вот эти все перекаты, друг другу мяч передавали. То есть это как основная часть или просто подготовка к самому футболу? Здравствуйте. Да, это в основном разминка, начиная с детьми, чтобы они начали немного привыкать к мячу, осваивали упражнения, подготавливали свои пасы, потому что культура паса важна для футбола, и остановка. Да, можно сказать, это была часть разминки. Мы здесь в футбол играем. Если хотите что-то доказать, покажите, на что вы способны. Для начала могут все пойти в футбол, все попробовать. Просто со временем, в течение месяца, будет видно, будет ли ребенок заниматься футболом или нет. Это также зависит от его физических качеств, ну и вообще, футбол должен нравиться. Какие группы мышц он развивает? Какие качества вырабатывает в ребенке? В футболе очень хорошо мысленность развивается, так как постоянно голова должна находиться на 360 градусов, чтобы видеть все поле и всю обстановку вокруг тебя. Мышцы в основном ноги, потому что ноги – это часть футбола. А сколько по времени примерно идет тренировка одна? В зависимости от возраста, а так полтора часа. Я знаю, что вы молодой специалист, приехали в наш город совершенно, совсем недавно. Вот расскажите, как у вас жизнь связалась с футболом? Я с самого детства занимаюсь футболом, 7 лет. На данный момент это 14 лет уже. Ну, родители отдали, и я ни капельки не жалею об этом. На тренера я пошел учиться, 4 года назад закончил, получил высшее образование, тренерская деятельность по футболу, и решил дальше связать свою жизнь с футболом. А за что вам нравится футбол? Не знаю. Может, смешно прозвучит, футбол – это жизнь. Часто бываешь в церкви? Нет. Нет. Это ты зря. Почему? Пора начинать молиться. Чем для себя сами не футбола, макси футбола? Большой футбол. Большой футбол, ну, во-первых, размеры поля, размеры ворот, размер мячика даже. Даже те же самые судьи это заканчивается. В мини-футболе тут очень важна техника, культура пасса и ловкость. В большом футболе больше физические качества важнее, хотя там и тактика тоже пригодится, и техника. Ну, а насколько я знаю, у нас на севере в основном в мини-футбол, да, идут соревнования? Да, ну, как в некоторых городах, я знаю, Тракасаля, Муравленко, Ноябрьск, Новый Уренгой, есть везде искусственные поля. И я уверен, что в нашем городе тоже они скоро появятся, и будем, конечно же, развивать и большой футбол. То есть дело остается за малым, только что появился большой стадион, как я понимаю, городской. Ух ты! Здесь круче, чем у нас! Везде одинаково. У нас просто город маленький, и вот, к сожалению, вот, ну, нету такого, чтобы наши спортсмены, пока что, по крайней мере, не слышала, да, играли в каких-то сборных, да, в каких-то таких командах больших. Ну, это пока что, я ведь сюда приехал. Ага, отлично, это хорошая приятка. Для этого. Все или ничего? Если мы победим, мы проходим дальше. Нет, пакуем чемоданы. Продолжается ли у вас набор? Дети от скольки до скольки лет, сколько групп? Начиная дети с 8 лет, приходят тренироваться с 8 до 17. Такое возраста я набираю. Конечно, перспектива в основном на молодежь ставится, чтобы дети пораньше приходили и могли с самого детства развивать свои физические качества и умения в футболе. Всегда могут прийти в Олимпийские с 7 утра до 10. У администраторов находится заявление. Я прихожу на работу, забираю заявление все время и обзванию родителей. Узнаю, в какую смену учится ребенок. Приходят, пусть записываются. У всех всегда есть мой номер мобильный. Субтитры делал DimaTorzok Посыпайте, следите за своим здоровьем и самое главное, будьте сильными, будьте спортивными.